Здравствуйте, друзья! Сегодня 7 апреля 2022 года. Я записываю это видео, чтобы призвать всех моих друзей из Донецкой и Луганской области, из близлежащих к Донбассу регионов, районов Харьковщины, эвакуироваться, потому что второй этап, следующий этап, сейчас временное затишье, но следующий этап российского военного вторжения будет представлять собой примерно то же самое, что мы видели в Буче, что мы видели в Киевской области. То есть геноцид, если это правильно характеризовать, убийство всех подряд. Женщин, детей, стариков из танков, из танков Киевской области расстреливали, велосипедистов убивали всех подряд. Тут я должна сказать, что я недооценила при всем своем скепсисе, при всей своей ненависти к оккупантам. С 2014 года у меня возникла ненависть, потому что меня выгнали из моего дома в Донецке оккупанты. Окупация началась 1 марта 2014 года. При всем при том я недооценила. Я была лучшего мнения и о российских солдатах, и о российском обществе. Я не могла предположить, что бомбежка городов, что изнасилование украинских женщин, убийство украинских детей, убийство украинских стариков, пытки. Все, что мы увидели в Буче и других населенных пунктах Киевской области, все это будет поддерживаться российским обществом. По последнему опросу Левада Центр, это такой, причем он признан иностранным агентом, то есть в России не любят. Соответственно, это как бы такой, которому можно доверять социологический центр. По их опросам, более 70% россиян поддерживают геноцид в Украине, более 70% россиян говорят, что Путин все делает правильно, надо нас убивать, надо нас уничтожать. Мы то государство, которое нужно стереть с лица земли, мы не имеем права на жизнь. Это абсолютно нацистская идеология, абсолютно то же самое, что делал гитлеровский нацизм. Тот самый фашизм только в современной России, в третьем тысячелетии, в 21 веке. И при наличии ядерного оружия, это то, что мешает цивилизованному миру, который так же, как я, шокирован событиями в Буче. Тем не менее, цивилизованное общество, западный мир боится, боится по-настоящему свернуть шею фашизму российскому только потому, что у российских фашистов есть ядерное оружие. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. А пока я снова обращаюсь к моим друзьям Луганской и Донецкой области с просьбой, всеми силами, как только можно стараться эвакуироваться. Власть пытается, власть помогает, но, к сожалению, вам нужно дойти иногда 5 километров, иногда 10 километров, иногда 3 километра до пункта, откуда организованно выезжают эвакуационные маршруты, автобусы и так далее. К сожалению, мы уже видим, что в Луганской области убивают волонтеров, которые вывозят, в том числе людей, которые не могут сами выехать. К сожалению, у нас есть все основания говорить о том, что Луганщина может превратиться в то, во что уже превратился Мариуполь. Мы знаем, что сегодня, вчера в Мариуполь заехали мобильные крематории. Те предатели, которые из ОПЗЖ, естественно, которые перешли на сторону оккупанта, организовали там что-то вроде администрации оккупационной, эти гауляйтеры из партии ОПЗЖ, кума Путина-Медведчука. Они помогали, они делали наводку, они были корректировщиками, помогали расстреливать объекты гражданской инфраструктуры. Ну а сейчас в Мариуполь заехали мобильные крематории, будут уничтожать, будут уничтожать ту гору трупов, которая уже сделана и в драмтеатре, и в других, там, школы искусств и так далее. Просто людей, которые лежат на улицах, так сказать, освобожденного, как и говорят русские, освобожденного Мариуполя отчасти. Кое-где там еще есть сопротивление украинских военных, не только Азова. Так вот, они уже решили сжигать трупы после бучи, они решили в мобильных этих крематориях уничтожать. То есть, что мы получим по окончании войны, которая, безусловно, завершится нашей победой? Потому что есть поединок добра со злом. Не может в поединке сатаны и человечества победить сатана. Я убеждена в этом, что мир сможет свернуть шею путлеровскому нацизму, путлеровскому фашизму. И, безусловно, мы победим. Но вопрос, какой ценой? Вот это страшно звучит. Цена может быть страшной. Цена может быть такой, с которой нам трудно будет смириться. Так вот, сейчас в Мариуполе они уничтожают тела после опыта бучи, когда весь мир ужаснулся от количества убитых женщин, изнасилованных, сожженных женщин, детей и просто прохожих, которые пытались, кстати, из бучи, уже оккупированной, перейти на частично оккупированный Ирпень через, там такая маленькая речка, бучанка есть. Их просто из танков расстреливают, как и дома. Знаете, едет такой убогий человек из каких-то окраин российских. Ну, естественно, москвичи, петериц редко окажутся в этой ситуации. Едут в основном воевать в Украину люди из депрессивных регионов, огромное количество депрессивных регионов России, там же чрезвычайное расслоение общества. И вот эти убогие крестьяне, эти люди, которые всю жизнь только видят, что они видят от своих родителей? Водка, ковер, там какое-то соитие на заднем дворе. Вот эти люди деграданты фактически, люди необразованные, люди пьющие. Они едут, пусть даже им 18-19 лет, это деграданты. Они едут в Украину и потом они видят блендер, видят кроссовки. И ради блендера и кроссовок убивают украинских женщин в Буче и потом отсылают это радостно из Беларуси домой, почтой. И думают, что их никогда не найдут. Но, конечно, мы их всегда найдем, их, безусловно, уже установлено. Какие военные подразделения свирепствовали в Буче, уже все это известно. Мы, конечно, будем их догонять, но у них такое IQ, что они не могут это себе представить. Они люди дремучие, это люди пещерные, это пятикантропы. Они не могут понять, что их настигнет возмездие. Они рассчитывают, что если что, отвечать будет руководство. Нет, не только руководство, отвечать будут все. Но это отвлечение. Я хочу вернуться к луганчанам и доничанам, всем, кто находится в Донецкой и Луганской области, с призывом всеми силами, пешком, так как делали жители Ирпеня, например. Под обстрелами шли пешком. Кто-то был убит 6 марта 2022 года. Была расстрелена семья переселенцев из Донецка, которая жила в городе Ирпень и пыталась пешком эвакуироваться. Они попали под обстрел, были убиты. Но все равно я считаю, что надо выходить. Потому что лично я, повторюсь, я была лучшего мнения и о российском обществе. Я не думала, что он будет иметь такую поддержку, что убийство украинцев будет вызывать такое настроение в обществе. Я, конечно, понимаю, почему это происходит, потому что всем неприятно думать, что они убийцы, всем неприятно думать, что они кровожадные маньяки, что они оказались на стороне зла, что в историческом разрезе они оказались просто на стороне убийц, детоубийц, насильников, мародеров. И люди стараются выбирать именно ту информацию, при том, что есть доступ в YouTube тот же самый. Можно получить объективную информацию, но они стараются выбирать только ту, которая совпадает с их собственными представлениями. Вот есть уже видение определенное того, что произошло, и люди ищут только то, что совпадает. Потому что им неприятно, им морально тяжело разделить эту ответственность за преступления в Украине, которую они должны разделить. Это не Путин напал, это не Путин грабит и насилует женщин в Буче и в других городах насиловал. Ну и продолжает там где-то, где это происходит. Это обычные солдатики, ваши солдатики, хорошие, милые ребятушки, 18-19 лет. Это они делают. Они звонят своим женам, а жены говорят, или мамы говорят, что привези мне блендер и кроссовки 38-го размера. Это не Путин делает. Понимаете, я была лучшего мнения и о российском обществе, о российских солдатах. Потому что когда ко мне обращались мои знакомые в Киевской области и спрашивали, что делать, я отвечала, что это только активистам грозит смерть. Потому что я знаю, опыт мой по 2014 году, что в Донецкой области, когда нас начали оккупировать с 1 марта 2014 года, это грозило только нам, активистам. Поэтому я думала, что можно пережить оккупацию, но я была не права. Оказалось, что российская армия и российская власть это чистое зло, это чистый сатанизм. Это преступление, это сплошная цепь военных преступлений. И поэтому, друзья, надо эвакуироваться. Еще я вам хочу сказать, если вы останетесь на оккупированной территории, что вас ждет. У меня есть знакомые, у меня есть друзья, которых насильно депортировали, вывезли с помощью ООН и Красного Креста. Пожалуйста, посмотрите мое интервью с Александром Матвейчук. Оставлю где-то в описании. Оно у меня там на главной сейчас закреплено на моем ютубе. Которое рассказывает, как Красный Крест и ООН вступили в преступный сговор с Кремлем, с убийцами. Понимаете, помогают вывозить, эвакуировать. Так сказать, эвакуировать. На самом деле депортировать людей из Мариуполя. А что с ними происходит потом, мне известно уже от моих собственных друзей и знакомых. Мои знакомые были депортированы в один из населенных пунктов огромной России, в депрессивный регион, там где-то в Сибири. Я не буду называть четко, чтобы не подвести людей. И люди со мной связываются, спрашивают, просят помощи. Как нам быть? У нас отбирают документы. Значит, люди, которых они якобы спасают от украинских якобы националистов, что с ними происходит с этими людьми? Их обыскивают, их подвергают унизительным допросам, на них оказывают давление. И им говорят, если ты хочешь здесь жить у нас, здесь у нас жить, отдай нам украинский паспорт, поменяй его на российский. Вот что происходит. Люди, которые находятся там, куда их якобы эвакуировали, по сути дела депортировали, они находятся под таким давлением и под таким прессингом, у них отпечатки пальцев берут. Их вынуждают давать и некие показания. И главное, у них лишают их документов. Они не могут даже поехать к своим собственным родственникам, которые у них есть на территории Российской Федерации, им даже не позволяют к родственникам отправиться. У них требуют обменять документы, получить российский паспорт, а люди хотят вернуться назад на родину Украины. Вот что ждет тех, кто не захочет эвакуироваться или подумает, понадеется на лучшее, подумает, ну я свой дом буду защищать, я вообще аполитичен, я вообще, может быть, симпатизирую Российской Федерации. Я еще не разобрался, что происходит, даже так, может быть, я теоретизирую. Друзья, надо эвакуироваться, надо спасаться, потому что русский мир – это смерть. Русский мир – это нарушение всех ваших прав. Русский мир – это то, что несет человечеству зло. Не только Украине, всему человечеству. Мы уже видели последнюю программную статью на РИА Новости, мы уже видели заявление Медведева о том, что они хотят построить русский мир от Лиссабона до Владивостока. И мы понимаем, какими методами они будут действовать. Некоторые спрашивают, комментаторы российские, а зачем, а вот зачем, как глупо. Они поубивали людей в Буче и оставили их лежать. А почему они так сделали? Я отвечаю. Даже если… лучше всего, конечно, спросить гитлеровских нацистов, для чего они так все делали. Но я вам отвечу, как я предполагаю. Террор, запугивание – это метод достижения целей Путлером, фюрером российским. Это метод достижения целей, запугивание и террор. Ну и кроме того, если вы убиваете в городке, где живет 50 тысяч населения, убиваете около тысячи людей, вы просто, наверное, не справляетесь, если вы русские оккупанты, русские садисты. Вы просто не справляетесь и бросаете уже людей там, где они лежат. Грабите и уезжайте. Вам просто лень уже закапывать. Не говоря о том, что там есть некоторые, которых пытали, мучили. Есть дети в братских могилах, некоторых зарывали, некоторых нет. Зло, чистое зло. Нам трудно разобраться в его логике, потому что мы с вами не являемся злом. Я думаю, что мы являемся представителями иной цивилизации. Есть столкновение добра со злом, есть столкновение двух цивилизаций. И я уверена, как радикальный оптимист, и как демократ, и как большой поклонник справедливости, свободы, я уверена, что мы победим. Весь мир поддерживает нас, и мы, конечно, победим. Но пока нужно спасать себя. Самое главное – это жизнь. У нас, в нашей цивилизации, не расистской, жизнь человека очень важна. Даже жизнь человека, которая может быть иных взглядов. Но это мирный человек, поэтому я прошу всех эвакуироваться из Донецкой и Луганской области. Потому что в ближайшее время ожидается второй этап вторжения российского. Ожидается массированный обстрел всех населенных пунктов. Но он уже и сейчас происходит. И сейчас люди эвакуируются под обстрелами. Ожидается еще худшее событие в Донецкой и Луганской области. Поэтому надо эвакуироваться, надо идти, надо спасаться, надо помогать. Есть еще волонтеры, которые помогают тем, кто болен, кто является инвалидом. Надо всеми силами стараться покинуть эту территорию. Потому что в ближайшие 2-3 недели там будут очень серьезные события на Донбассе. Российские орки будут пытаться захватить и уничтожить Украину, но зайти с другой стороны. Они не отказались от своих планов по уничтожению всей Украины. О чем говорят вот эти программные статьи в РИА Новости, о чем говорят выступления Медведева и всех остальных. Они отказались от планов уничтожить всю Украину. Но просто, как сказал Жданов, заходит с другой стороны. Они заходят с другой стороны, они надеются со стороны Донбасса на нас напасть, там все разбомбить. Привозить весь Донбасс в сплошной Мариуполь, а потом оттуда двинуться дальше. Сразу говорю, у них ничего не получится, я в этом уверена. Но мы гражданские, мы должны помочь военным, мы должны помочь военным тем, что не быть просто щитом для орков, для этих солдат-сатаны, которые прутся в Украину для того, чтобы убивать украинцев. Друзья, на этом я заканчиваю это короткое видео. Будут другие видео, у меня просто нет возможности делать большие видео технически. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Все будет Украина, мы, конечно, победим, но меня беспокоит какой ценой. Поэтому я призываю вас помочь, помочь себе, помочь нам всем, потому что люди это наш капитал, наш украинский капитал. Нужно спасать себя, нужно выходить, нужно выезжать, нужно эвакуироваться. Все будьте здоровы, до новых встреч.